Привет всем болельщикам бокса! Ну что, бой по каун, Угас состоялся. И Угас выиграл единогласным решением судьям. Хотя это где-то 115 на 112, все три судьи. Один, по-моему, дал 115 на 113. И бой был, ну, скажем так, очень близкий. По кау нанес 88 ударов, Угас нанес 101 удар. И отдать должное, значит, Угасу, мы ему давали сколько? Где-то около 40% выигрыша, вероятность. А по кау где-то 60, да? И, в принципе, так оно должно было бы быть. Но давайте разберем понемножку. Значит, Угас. Мы сказали, что чтобы выиграть, да? И превратить эти 40% в стул. А Угасу надо пользоваться своим джебом. Джебом держать пока на дистанции. И он отлично с этим справился. Он просто превосходно, 200%. Он держал пока на дистанции своим джебом. Он, значит, одиночный, двойнее и тройнее джеба наносил. И это инструмент, чтобы держать соперника на расстоянии. Нужным для Угаса. И он это совершил. Пока его было трудно подобраться. И там расстояние вот такое всего-то, да? Ну, это большое расстояние. И он его держал на кончике своего джеба и доставал со своей большой руки, когда надо. Так что 88 к 101 удару – это выигрыш в пользу Угаса. Он с этим справился чудесно. У него фокус был. Видно, что для него это был очень важный бой. Он это понимал. Он уже установившийся. Он сам чемпион уже, да? У него огромная, значит, любительская карьера. Он был бронзовый чемпион Олимпийских игр. И он кубинец, да? Представитель самой лучшей школы бокса. Значит, он не подарок. И он проделал работу 200-процентную. Он, ну, если сказать, как выходец, да? Он ужасно бедный, да? Был, наверное, еще беднее, чем Пакеа, когда был юным, да? И пока что до этого боя, хотя он и чемпион, у него не было денежных боев. А сейчас, когда он победил, да, выиграл, он будет объединять пояса. И выиграть, то ли проиграть, то ли уже не имеет значения. Все бои будут денежные отныне. Ему 35, если пару лет он будет драться, до 37, если ему здоровье позволит. То есть, это 4 боя, да, минимум. Он сможет себе заработать пенсию, да? Хороший. Так что мы пожелаем ему удачи. Хороший, значит, боксер, да? Он должен еще показать себя. А что касается Пакеаа? Он, значит, мы говорили, что главное, что в чем его преимущество? Он левша с ударом. И, значит, ему, что у него движение хорошее, латеральное. Просто изумительно, когда он двигается влево, вправо. Обычно в боях, да? Но в этом бою он не двигался так. Он немножко двигался, совсем немножко, влево, вправо. И когда он это делал, по диагонали на силу удара, они были очень превосходные. Но он этого делал мало. В основном он стоял на линии огня. И он обычно движение головой делает хорошее. А в этом бою он этого не делал. В основном делал, значит, блоки. И когда вы блокируете себя, да? Значит, соперника носит удары. Даже по блоку, если он носит много ударов, да? Даже по блоку, если идут, они все равно выглядят эффектно. И судьи иногда по ошибке могут засчитать удар по блоку, как вроде бы это настоящий удар. Помните об этом, да? Так что блоки – это не идеальный способ защиты. Это, может быть, иногда ты можешь применять, чтобы оставаться в дистанции, чтобы ответить сопернику, когда он на расстоянии удара. Но всегда этим пользоваться нельзя. Значит, какая причина того, что Пакеа, значит, не мог, значит, драться, как всегда? Он после боя, значит, в конференции сказал, что у него были крэмпс в ногах. Что такое крэмпс? Это судороги. И, ну, чтобы вы знали, особенно те, кто с вас боксирует, значит, чтобы избежать судорог, значит, две-три даже причины судорог, какие бывают. Когда вы сильно себя, ну, обезвоживаете, то есть у вас жидкости мало в крови и электролитный баланс нарушен, тогда у вас будут симптомы, значит, спазмы мышц. И вы не сможете быть таким продуктивным. Потому что никогда не увлекайтесь чрезмерным обезвоживанием. Вообще не надо обезвоживаться. Идите в том весе, где вы тренируетесь. Вот такой вес, ничего не сгоняйте. Это ваш родной вес. Понятно, да? Ну, у Пакео он не сгонял. То есть мы эту причину отковыряем. Она не подходит к Пакео. Пакео вышел 146 паундов. Он на полкилограмма был меньше весовой категории. Ну, максимального веса 147 паундов. А Угос весил 147 паундов. Но, то есть это не подходит к Пакео. Также что еще? Вторая причина. Это может быть плохая диета. У вас не хватает там в основном, ну, все там, вся таблица Менделеева у нас есть, да? И это и калий, и кальций, и магний, и цинк, и медь, и железо. Все там есть. Но в основном, конечно, калий и кальций, да? Они между собой взаимодействуют и создают вот этот баланс. Очень такой сатл баланс. И диета должна быть, много должно быть и органических, и неорганических, значит, таких, ну, значит, в еде, да? Особенно, скажем, значит, это что, молочные продукты и, значит, свежие овощи и фрукты, в которых много кальция, калия и так далее, да? Но я тоже отметаю, это у Пакео этого не должно быть. У него, я уверен, высокооплачиванные диетологи, да, на него работают. Третья причина может быть, это нарушение функции паращитовидных желез. Вот у нас на гортане здесь облекает и на атрофея, значит, щитовидная железа, она вот так вот прилепилась, такая большая она довольно, да? А рядом с ней, сверху, снизу, по обеим бокам есть четыре паращитовидные железы, они маленькие, величиной с горошинку. И вот они четыре, да, они отвечают за обмен кальция у нас и присутствие кальция в крови и в клетках. Так вот, если они по какой-то причине, их функция нарушена, то у нас будет сбой, у нас будут судороги, да, в теле. Ну, когда ты ничего не делаешь, судороги, ну, да, ладно, да, но когда ты выходишь на Рим, то это уже становится большой проблемой. Вот это была проблема, которая помешала Пакеау, а, значит, двигаться хорошо влево-право, да, быть самим собой, как Пакеау обычно есть. Вот это была главная причина. Вторая причина, наверное, причина его возраста. Он чересчур такой благостный. Он выходил почти там на каждый, значит, раунд, прикасался, значит, рукой, ну, к сопернику предлагал прикасание рукой. Где-то в середине раунда, не помню какой, в середине боя, не помню раунд шестой или седьмой, он выставил руку, значит, поприветствовать, типа, в начале боя, да, в смысле, в начале раунда. А Угос его тут же ударил в ответ, нанес ему хороший настоящий удар, а один из ста одного удара, да, прямо по голове. То есть, Пакеау был неправ, он сам неправ, не надо, ты можешь прикасаться, значит, от тебя требуется только на 12-м раунде, да, ты прикасаешься. А в тех раундах прикасаться не надо. То есть, Пакеа был чересчур благостным человеком, и не надо этого делать, да, и он быстрый такой же был, как всегда, скорость у него почти такая же, как он был молодой, но он уже невзрывчатый, наверняка, и у него фактор агрессии уже гораздо занижен, он не такой агрессивный, как он был, когда он был юным. Так что, это у него страдает. Значит, что он сказал после, ну, они оба, значит, побили, заработали хорошие деньги, кучу денег, да, и что Пакеау особенно, он, вот он молодец, да, такой человек, он щедро делится с людьми все эти деньги, которые зарабатывает. Зарабатывает давно уже, еще он только начал в Америке драться, люди, когда бы, там много такие люди, которые не могут оплатить счета, они приносят, ему бросали в его почтовый ящик счета, там больничные счета, там всякие счета. И он никогда их не выбрасывал, он их вываливал, да, разбирал, и все счета людям оплачивал, представляете, какой он благодетель, вот такой парень. Так что, он после боя сказал, что он возвратится, будет, проведет время с семьей и поразмещает о его дальнейшей боксерской карьере. Он не сказал, что последний бой был или не последний, мы не знаем, этого точно не сказал, но он сказал и подразумевал, что он будет идти драться на арене, значит, этого, на арене, значит, политической. Он хочет идти баллотироваться, стать президентом Филиппин, поэтому мы ему пожелаем всего самого лучшего на новой связи, да, в борьбе за... Я считаю, что он будет самый лучший президент, его нельзя будет подкупить, потому что он, уже деньги у него столько, что куры не плюют, да. И, то есть, он, что людям, обычно, что, политиканы, избираются, да, давайте, меня избирайте президентом, он обещает людям золотые горы, потом идет, и то, что он обещал, он ничего не исполняет, и он делает тем, значит, всякие добродетели, кто ему оплачивал, да, отстегивал, когда он выходил, значит, на арену. То есть, получается, обман. Спокеал этого не должно быть, потому что у него уже денег навалом, то есть, если он изберется, станет президентом, то он будет выполнять все обещания, которые навал народу. Понятно, да? Ну что, мы на это будем закачивать, пишите, что вы думаете о этом бою. Это был бой крутой, да, они нос к носу дрались, но, значит, победил человек, который был лучше в этом бою. Ну что, ваше здоровье. Ммм, вкусно. Будьте здоровы.